Всем привет! С вами Стас, это снова трек Фейса. Почему? Да потому что он делает годноту. Мимо юмориста я как-то прошел, но вот мимо этого трека я пройти никак не мог. Потому что он крутой, бит интересный, это такой plug-бит, и ближайшее, что есть по стилю на канале, это Lil Skies, а там все-таки немного другой бит, и поэтому мы будем разбирать этот. Сразу говорю, что это вольная вариация, как обычно, и, как обычно, напоминаю, Cloud Course. Подробности в конце. Чтобы заказать, напиши мне ссылку в описании. Погнали! Конечно же, как только этот видос соберет 2000 лайков, то я выложу проект в своем паблике ВКонтакте, и да, я вижу, что вы уже начали говорить, что нестандартные инструменты, да у нас их нет, поэтому я на всякий случай зарендерю эти дорожки и выложу проект с зарендеренными дорожками. Каждый луп каждого инструмента. Вы можете видеть, что тут 7 инструментов, в отличие от сложного трек бита, где их было 6, тут на один больше. И это в том числе тоже прикольно. На самом деле, они некоторые дублируются, то есть мы будем лейерить, но это не важно. Давайте послушаем, что это за инструменты. Ну и удар по помойному ведру. Естественно, это вольная вариация, потому что я не могу точно знать, как сделан этот бит, поэтому это все одно большое предположение на то, что получится в итоге. Я думаю, вам понравится, так что обязательно досматривайте. И, в общем-то, давайте начнем с мелодии. У нас BPM, кстати, 152, это оригинальный BPM трека. И у нас мелодия будет вот такая. Первый аккорд будет состоять из вот этих ноток. Потом вот так вот, просто это убираем. Вот так вот. Вот мы сделали первую часть. Но тут будет еще одна штучка. Вот, да, вот так. И все. Еще. Естественно, вы все знаете горячие клавиши FL Studio, поэтому я на всякий случай просто проговорю. Мы зажимаем Ctrl-Shift, вот так вот выделяем каждый нижний звук. Зажимаем Shift, таскаем зад-вперед. Зажимаем Ctrl, жмем стрелочку вниз. Бац! У нас есть дополнительные звуки на октаву ниже. И еще у нас есть... У нас есть Стас, который творит какую-то ерунду, потому что что это такое? Надо же вот так вот и вот так вот. Что я сделал? Вот теперь все в порядке. Ой-ой-ой, чуть не сделал ерунду. Хотя кто-нибудь напишет в комментах, что «Да ты в каждом ролике делаешь ерунду!» И возможно будет прав, а возможно нет. Но я продолжу, так или иначе. Вот так, вот так. Это будет инструмент поддержки. Он такой типа... Ну это не музыкальная шкатулка, это такой инструмент. Вам не сперят с ними целый раздел. Калиноп... Как это он называется? Я думаю, что если вы знаете, что это такое, вы поняли. А вот здесь мы сделаем вот так вот. И вот так вот. Теперь идем в что-нибудь более интересное. Довольно интересная партия. Так, возможно, тут одна треть. Вот так вот. Ага. И вот тут мы сделаем такую штуку. Это, кстати, офигенная штука такая. Она точно есть в оригинале. Такая пробежка. Вот этот тара-та-та-тон. Вообще супер круто звучит. А! Огонь! А во второй части там будет немножко иначе. Вот, по-моему, так. Наверное, вот так. Фу, я перегрелся аж немного. Следующая мелодия будет, по сути, простым арпеджио, которое будет немножко подыгрывать всему, потому что... Там что-то такое арпеджио подобное было в треке. Я не понял ничего, но на всякий случай сделал. На самом деле, весь русский битмейкинг строится по принципу «Я ничего не понял, но на всякий случай сделал». Вот так. Вот так. У нас тут получается, что во всей части идет уход наверх. И здесь мы как бы этот уход наверх поддерживаем. Вот так вот. Вот так. И клонируем это. А инструмент вот этот будет заниматься... Давайте я в новом паттерне это открою и покажу, как я себе это вижу. То есть он будет вот так делать. Вот так как-то. То есть он будет поддерживать часть ноток нашего арпеджио и... Все, в общем-то. А вот это просто помойное ведро. Ну да, конечно, пока звучит не супер похоже, но... Сейчас мы с этим все сделаем. Так, на мастере есть софтклипер? Нет. Давайте его накинем. Он нам нужен просто, чтобы ничего не выходило за ноль. Так, теперь сделаем, естественно, моментально групповой канал инструментов, потому что без этого... Да я открою вам тайну. Просто у меня фетиш на групповые каналы. Я всегда делаю групповые каналы. Вот у меня есть один кик. Я ему сделаю групповой канал. Обязательно. Вот это... Меня хлебом не корми. Дай поделать групповые каналы. Кстати, если вам интересно, то я не только групповые каналы делаю, но и... Групповое онлайн обучение. Скоро начну делать. Так что, если что, пишите. Обучение битмейкингу, естественно. Что там дальше? Ударные. Начнем с клэпа начнем. Что нам? Клэп же это самое главное. Клэп с ему голова, как гласит старинная народная мудрость. Все, мы сделали клэп. Давайте теперь сделаем снэр. Все? В этой ударной партии использовал в начале AdLib. Я сначала не мог понять, что это. Потом я понял. Я просто уверен абсолютно в том, что это гонфладовский AdLib, который я вырезал из видоса. Но, возможно, это не тот, который я вырезал. Возможно, битмейкер сам его вырезал. Но суть в том, что это именно он. Вот этот звук. Вот 100%. А тут мы сделаем вот такую штуку, потому что... Потому что я могу. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот такой звук будет. И они будут у нас играть вместе с шейкерами. Вот здесь будет шейкер. И вот здесь будет шейкер. Вот и все. Эта партия перкуссионная вся. Сейчас пропишем хеды. Потом здесь у нас будет пробежка на третях. И здесь, а вот здесь. Она совпадает с клэпом. Возможно, мне показалось, но там вроде бы это было. Теперь снова пробежка на третях. Потом до самого следующего снейра. Здесь снова пробежка на третях. Без одного звучка. Потом вот так вот делаем. Сделаем вот так вот. Вот так вот так. И все. Паттерн кика пропишем в новом паттерне. В режиме song. Вот так. Получается, что у второй половины всего два отличия от первой половины. Вот здесь вот у нас есть вот этот звук. И вот этот звук располагается вот как бы в самом конце паттерна. А тут этого звука нету. И он переехал в соседний звук чуть поближе. Вот и все. Почти, почти по нему будет строен бас. Но не совсем. Давайте пропишем бас. Копируем все это в паттерн с мелодией. Переключаемся на паттерн и пропишем басец. Пока пропишем короткие звуки. Потом просто Ctrl-L нажмем и все. Повыше. Копируем пока что. Теперь мы сделаем самое важное изменение. То есть добавим просто вот эту нотку и все. Теперь сделаем Ctrl-L. Это тоже продлеваем. И можем послушать все вместе. На этом все. С вами был Стас. Ладно, это прикол. Конечно же, это прикол. Сейчас мы займемся легенькой обработкой всего этого дела. Давайте все это переместим в один паттерн. Вот так вот, для нашего удобства. Создадим его копию. Все наши вот эти звуки отправим тоже на микшер. Ctrl-Shift-L. Все, отправили. Можем создать на самом деле групповой канал чего-нибудь. С чем-нибудь. Вот, все, у нас есть куча групповых каналов. Обожаю групповые каналы. Теперь мы делаем Split-Bot Channel. Идем в плейлист. А так вот, и вот так вот, и вот так вот. И все. Это убираем, это убираем. Оставляем вот это. Обрубаем ему хвостик. Все. Все. Теперь это можно разместить в плейлисте на самом выгодном месте. Сейчас будет увлекательнейшая просто обработка, в которой мы повесим на All-Instagram. Безумно крутой плагин J37. Я про него вам уже рассказывал. После этого мы повесим центр стерео, потому что можем, потому что мы крутые перцы. И нам не нужен узкий звук, нам нужен широкий, красивый, понтовый, мощный звук. Потом ProQ, потому что мы крутые. Все. У нас все плагины для крутости есть, кроме того, что мы будем использовать на каналах отдельных. На отдельных каналах мы будем использовать ту же схему, которую я показывал вам в видосе сведения сложного трэпбита. Если вы смотрели прошлый видос, то вы понимаете суть того, что я делаю. Сейчас я просто для каждого инструмента выделю свой диапазон частот, в котором он звучит. Остальное я чуть-чуть приберу. Но по сути, все это сводится к тому, что я в основном просто прибираю вниз. Потому что звуки подобраны хорошо. И это самое главное. То есть есть тип инструментов, у которых 100% надо прибрать вниз. Например, вот здесь вот он не нужен. Его основная роль этого инструмента – это высокие частоты. Но если мы ему запилим низкие частоты вот так вот, то, конечно, естественно, это будет звучать плохо. Поэтому нужно найти вот именно золотую середину в обрезке частот. И все. Это как бы залог сведения. В первую очередь подбор, во вторую очередь громкость, в третью очередь эквализация. Но такая настолько аккуратная, чтобы не отпилить ничего лишнего. То есть лучше чуть-чуть лишнего оставить, чем лишнего отпилить. Потому что если вы отпилите лишнего, то трек превратится в ерунду. Вот такой вот кратенький ликбез по сведению. Я уже почти все сделал. Ничего плохого. Отлично. Центр стерео. Стандартная настройка. Потом немножко подрежем. Ой, нам дофига предстоит, на самом деле, тут отрезать. И сделаем такую штуку. Повесим сюда half time. Оставим все как есть, но сделаем вот так. Стало чуть-чуть грязнее, но зато гораздо объемнее. Послушаем все вместе. Повесим ревер там, где он необходим. Например, на... Там ревер очень ярко выраженный в этом треке, у фейса я имею в виду. Поэтому мы сделаем ревера побольше. Вот так. Можно еще поярче его сделать. Вот так. Теперь хеты. На хетах тоже дофигища просто ревера. И еще смотрите, какая штука. Какой ревер мы можем сделать с хетами. Вешаем сюда и крутим дилей. За счет дилея выделяется каждый конкретный звучок. Потому что дилей это отсрочка срабатывания ревера. Сейчас мы его еще приберем, потому что очень много ревера. Так, стерео шейпер. Вот так. Теперь ревер вешаем на open head. Мы могли бы сделать посыл, но я делаю разные настройки для ревера. Ведь на эти оба сэмпла мы повесим... Конечно же, повесим тоже ревер. Вот так. И перетащим его на второй звук. Перейдем на групповый канал всякой ерунды. Вот этой. И вешаем сюда, например, параметрик второй. Также можем немножко все это дело расширить. Например, тем же самым центр стерео. Добавим чуть-чуть сайт составляющей. О, я забыл сделать очень важную вещь. Идем во второй Vox и делаем такую классную ерунду. Идем в панорама в пианороле. Выделяем отдельный звук и ставим его налево на сколько-нибудь процентов. Потом второй звук и направо на сколько-нибудь процентов. И слушаем. Опа. Появляется движение. Это очень круто звучит. Мне прям очень нравятся вот такие вот мелкие штучки. То есть, когда вы делаете слайд, то почему бы не добавить немножко слайдовую панораму. Так звучит очень даже. Я забыл. Я забыл сделать очень важную саунд-дизайнерскую штуку. Все дело в том, что оригинал звучит очень так гладко, объемно. В основном это за счет того, что там используются соответствующие инструменты. Я их не нашел. И поэтому я возьму этот звук и размажу сейчас его. Просто размажу его. Вот так. Вот так драй убавляем. В это на максимум. Чуть-чуть драй вернем. Процентов 20. И то же самое абсолютно. Сделаем со вторым звуком. И слушаем теперь. Только их надо убавить, конечно же. И убавляем дикее немного. Звучит еще грязнее, но прикольнее. Все. Супер объем. Теперь идем на канал общий с ударными. Вешаем сюда, естественно, софт-клипер. Потому что мы можем. Потому что мы крутые парни. А крутые парни все делают через софт-клипер. Вообще все, если вы понимаете, о чем. Также вешаем сюда J37. Обрежем совсем самый верх. Найдем какой-нибудь самый противный. Озонос. Да. Тоже вот это все будет немножко мешать звучать нашему басу. Поэтому мы немного его подрежем. Бахнем Озон. И начнем регулировать громкость. Все-таки надо еще чуть-чуть подрезать. Я, похоже, случайно включил лишний осциллятор в электри. Да, все, теперь отлично. Все, теперь легкая обработка Озона. Посмотрим, как это все будет выглядеть через мехаскоп. Возможно, громковат бас. Или мы слишком сильно зажали. Давайте немного разожмем. Идеально. Идеально. Теперь нам нужно расставить все это на плейлисте. Так, чтобы было красиво и хорошо. Так, теперь довольно важная и интересная штука. Вот здесь мы сейчас сделаем такую вот ерундень. Так, хлоп. Хорошо. Мне кажется, тут надо еще вот тут подрезать. Уж очень шумно и грязно звучит. Да, и сделаем на мастере, поставим глитч. Тейп стоп. Вот так, по-моему, нормально звучит. Короче, на видео получилось показать это не очень правильно и не очень понятно. Я решил, что на стадии монтажа лучше записать вот этот закадровый моментик для вас. Что я хотел сделать? С помощью глитча я хотел сделать звук останавливающейся пластинки. А против баланс нужен был для того, чтобы скрыть артефакты, которые появляются при всем приемном. То есть, чтобы все звучало нормально. То есть, мы громкость сначала убавляем, потом восстанавливаем ее, когда нам нужно продолжить нормальное воспроизведение минуса. И в итоге так и получилось. Посмотрите, как это выглядит. Так, копируем. Вот так, копируем. И еще очень важный момент. Я же обещал вам сделать halftime на хэтах. Для этого нам понадобится еще один halftime на инструментах. Кстати говоря, halftime нужно разместить до эквалайзера. Так вот, оба halftime разместим. Здесь мы выберем 1 восьмая и 1, нет, 2. Делаем create automation клип. Нам нужно, чтобы halftime вот этот был включен на фрагментик сразу после припева. Вот тут вот. Вот тут вот. Вот. Вот в этом месте. И получается, что этот halftime должен выключиться в этот момент, чтобы они у нас не накладывались сами на себя. Делаем link to controller сюда. Делаем вот так, halftime mix level. Input меняем на inverted. Жмем accept. И теперь, как только включится вот этот, halftime выключится вот второй. Смотрим. Оп. Они поменялись местами. Теперь идем на все наши эти инструменты. Жмем включить здесь. И жмем правую кнопку link to controller. Halftime mix level. Input обычный. Потому что он включится тоже в этот момент. И все. Сейчас я еще поколдую над настройками глича, потому что мне не нравится, как он работает. И я сразу вернусь к вам. Вот так лучше. То есть я включил тут четверть и все. Все. Теперь мы все сделали. Мы все закончили. Все. Теперь давайте послушаем, что у нас получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот у нас получился трек. Вот такой вот бит. Если понравилось, то ставьте лайк под этим видео. Напишите в комментах о том, как вам понравилось, не понравилось. О том, что вообще ни черта не похоже. Что я неправильно все делаю. Неправильно применяю плагины. И в одном месте на Halftime я забыл выставить одну нужную настройку. Если вы поняли, о какой настройке я вам говорю, то напишитесь в комментах. Потому что я просто забыл это сделать. Ну и, в общем-то, как обычно напоминаю, клауд-курс 1.2 от Ада Я. Напишите мне, чтобы узнать о нем подробнее. Он по клауду, по трилу, по трэпу, из трех часей. Все три части от Ада Я. Подойдет даже новичкам, потому что к нему приложат дополнительный видеокурс для новичков. Он стоит 3290 рублей. Напишите мне, чтобы его заказать. Напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. Как я уже сказал, если вам понравился видос, то ставьте лайк и напишите в комментах. Если он даже вам не понравился, то ставьте дизлайк и напишите тоже что-нибудь в комментах. Спасибо огромное вам за то, что досмотрели до этого места, потому что мы подходим к концу. Обязательно посмотрите вот это видео, вот это видео. Или подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. С вами был Стас. Увидимся с вами в следующем видео. Пока.